Нынешняя тренировка на Полесском полигоне во многом уникальная. Практически 50% расчетов проводят свои первые пуски из машин, которые только в прошлом году получили на вооружение. Основную цель, которую мы здесь преследовали, это в первую очередь проверить готовность расчетов, готовность вооружения военной техники в реальных условиях обстановки с боевыми пусками. Для осиных расчетов в небо запускают специальные имитаторы воздушных целей. На индикаторах расчетов они выглядят как вертолеты огневой поддержки. За счет того, что цель очень низко находится от кромок деревьев, ее очень сложно обнаружить и взять на сопровождение. Несмотря на то, что она малоскоростная, но цель очень сложная. На четыре машины четыре цели. Мишень поражает тот расчет, который первым обнаружил объект и взял его на сопровождение. Мы дорабатываем так, чтобы все были, все были под один уровень. Потому что мы одно целое, мы одна команда. Приятно было слышать, когда выходит технический руководитель и говорить начальнику расчета спасибо за подготовленный расчет. Это очень сильно западает в душу, это действительно радует. Так называемые стыковочные стрельбы на Полесском состоялись и у батареи ТОРов. Эти машины Борисовская бригада ПВО получила только в прошлом году. Но начальники расчетов, выпускники 2016 года, уверенно справляются с задачей, несмотря на то, что в качестве мишеней выступают реактивные снаряды, летящие на скорости порядка 700 метров в секунду. После команды цель на курсе и старт мишени у нас есть буквально секунд пять, чтобы взять цель на автосопровождение. После этого времени, если цель не была взята на автосопровождение, считайте, что стрельба провальна. То есть очень сложно. Надо брать на ракету сразу со старта. Мы на сегодня без всякого преувеличения являемся лидерами на мировом рынке в данном классе. Я бы сказал, что нам нет пока равных, кто может по характеристикам к нам приблизиться. Мы выпускаем современный, надежный комплекс, который, скажем так, 100% решает те задачи, которые на него возложены. Февральская тренировка расчетов зенитных ракетных комплексов завершается уверенной победой «Стражи неба». Все 30 мишеней над Полесьем поражены со стопроцентной точностью. Иван Михайлов, Сергей Чураков, Илья Никонович, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».